Я думаю, будем начинать потихоньку. Здравствуйте еще раз в ядосильце. Уже традиционно второй раз за мою каденцию мы решили собраться вместе, обсудить наши тонкие вопросы. Тонкие вопросы не только для вас, для граждан Феодосии, имеется в виду большой Феодосии нашего округа, в том числе все наши поселки, ну и в том числе и для меня, потому как, наверное, это будет лакмусовая бумага для меня, для дальнейших моих решений. В прошлый раз вы дали мне посыл определенный, все граждане, и за то время, за 6 месяцев, точнее 163 дня, посчитали даже 163 дня моей каденции, мне пришлось принять большое количество граждан, и мне очень нравится, проводя аналитику, мне понравилось то, что, если сравнивать первое полгодие 2016 года и второе полгодие 2016 года, то второе полгодие было намного активнее со стороны жителей, со стороны предприятий, и я скажу, мне действительно это приятно, что люди отозвались, и когда люди пошли в администрацию, когда люди начали обращаться с такими большими людьми, я так понимаю, что, значит, поверили, верят, и исходя из тех процентов, которые есть, тех решений, и вы их видите, которые уже реализованы, уже есть какие-то результаты. Я думаю, мы построим нашу беседу следующим образом. Доктор Витальевич, мы как-нибудь будем подоставлять, видим, каким образом. Добрый день, уважаемые фидосийцы, я, Виктория Витальевна Иванова, завсектор по вопросам связи с общественностью, в секторе массовой информации, администрации города Феодосии. Первое, что хочется сказать. Встречу мы вместе с вами, наверное, попробуем регламентировать двухчасовым общим. Вот у нас за второй полугодии 2015 года введены в эксплуатацию следующих объектов. Строительство и систему водоснабжения по улице Банова, восстановление дорожного покрытия, вы знаете, прекрасно, дорога сделали. Расширение существующего городского облача, тоже знаете. В конце 2016 года планируется, уже вводится в эксплуатацию объектов водоснабжения четыре резервуара запаса питьевой воды, это проблематичная ситуация. Вы знаете, у нас не только введены четыре запаса резервуара воды, мы еще поставили четыре крана. Три дня, когда у нас перекрытая была вода Феодосия, вы знаете об этом, это было умышлено сделано только для того, чтобы в последующем, на все года, на все летя, у нас в Феодосии не отключали воду по причине очистки резервуаров. Все знают, юкеровый резервуар и так далее. Каждый год весной была, проостанавливалась вода у нас в Феодосии. Теперь, путем простых кранов большого объема, который вы видели в интернете, может быть, по телевизору, будет перекрываться один кран, очищаться будут соответствующие ямкостя воды, перекрываться следующим чекам, подаваться вода будет красным. То есть наша Феодосия никогда больше не будет останавливаться по причине очистки воды в резервуарах и на очистки их сооружениях. То есть это тоже очень важный вопрос, который вы выполнили буквально за трое суток. Я хотел бы поблагодарить еще раз подрядчиков. Совершенные работы по ремонту муниципального имущества, это общеритет и насыпное. Номер разрешается номер 9 по улице Боевой, номер 17 в Приморском. Оставшиеся работы, которые не до выполнения, они переходящие внутренние, они перейдутся на 17-й год. Капитальный ремонт с целью создания условий для детей с ограниченными возможностями. Это три школы у нас уже сделаны. До конца года планируется разработать проектно-смертную документацию. Для всех, кто понимает это, понимает это, объяснять я не буду. А вот тех, тех, хочу разницу, проектно-смертной документации, то основание, на основании чего мы будем делать уже какие-то капитальные работы, возможно, ремонтные работы, это те же школы, те же дороги и так далее. То есть, если мы говорим о проектно-смертной документации, это реальная перспектива той работы на 2017 год, либо, если это в 17-м году будем проводить, значит это до конца года. Но, учитывая, что конец года, мы понимаем, что эта работа будет проведена. До конца года планируется разработать проектно-смертную документацию по объектам детское учебное заведение, для школы учебное заведение 034, улицы Карнай, 77Б, 21, Приморский, номер 9, Орджоникидзе, 25, улицы Украинских, 103, на общую сумму около 14-миллионов рублей, из республиканского бюджета. Что касается конца 2016 года, у нас будет завершен капитальный ремонт пищеблока в четырех школах, это 6-я, 8-я, 12-я, 15-я. Завершен капитальный ремонт спортзала, 8-я, 11-я, 12-я, 16-я. Завершено строительство и реконструкция котельных школ, 18-я, 15-я, 11-я, 19-я, 5-я, Коктепельская, Шибетовская школа, 5-я школа, детское учреждение Танюша, новую сумму 20 миллионов рублей. Завершается работа капремонта детский сад, 26 парус, дополнительно 48 мест. Это Шибетовский детский сад 7-я, дополнительно 90 мест будет еще сделано у нас. И строительство ограждений в школе 11. Это то, что уже на сегодняшний день сделано. Вы видите, что делаются у нас дороги. У нас на сегодняшний день, исходя из тех перекидок, которые... Остатки денег, которые мы наэкономили сами по торгам, мы сделали дорогу, видите, советская, боевая. Вы видите, что мы закладываем клумбы на сегодняшний день. Закуплены два автомобиля, три автомобиля у нас для перевозки детей. Первый мы уже пустили в первой школе. У нас еще... ой, да, 15-й школе. В 15-й школе это рейс номер 1, номер 001, видите, жоркие. Еще два таких у нас автобуса есть. Кроме этого у нас 7 автомобилей будут уже закуплены. Они идут и оформляются потихоньку в 17-м году. Зайдут у нас, что касается жилищного благоустройства, городского благоустройства. То есть мы с вами будем иметь уже новые автомобили. Я так понимаю, будет маленький, да, Матвей Васильевич, автомобиль, который будет очищать наши тротуары и саму набережную, чтобы руками наши работники меньше работали, чтобы быстрее это все очищалось и так далее. Вот эти все работы проводятся, как вы видите, новая елка закуплена. Старая была передана у нас в Щебетовске, в Щебетовскую поселковую администрацию. Там поставили ее, ее будут поставить. Ну и, конечно же, благоустройство. Вы видите, уже немножечко у нас деревья обматываются, вирляндами дороги облагораживаются. Это то, что мы смогли сделать за полгода. Это то, что мы смогли сделать за полгода. Я так думаю, что этого достаточно много, сделано за полгода, чем было сделано за 23 года, ой, за 20 лет, которые уже существуют. Если говорить о выдаче жилья, которые мы сейчас уже 6 квартир выдали детям, сиротам, то с 2003 года не выдавалось ни одного жилья. Мы выдали 2 квартиры участникам Великой Отечественной войны. Участникам Великой Отечественной войны мы тоже выдали квартиру. Потихонечку это работает. Заложен в дом по переселению. 12 семей у нас уже есть решение по переселению на улицу Габусева. Скажу, такого объема переселения тоже очень давно не было. Поэтому работа на сегодняшний день ведется. Но если точечно, то я буду в процессе нашего разговора подключаться и буду в докладку. Давайте, женщина просила слово. Пожалуйста, Татьяна. Питрова, Мария Ивановна. Да, давайте. Движа, членового года разведения. У меня вопрос конкретный по совету. За год, 14 и 15, мне платили пенсии 6 раз разные. Причем, все эти уменьшили наступки. У меня хорошая пенсия была в Советском Союзе. А, работала КПБ, химия, получала хорошую пенсию, 122 рубля. Потом перевели на гривны и полторы тысячи. А когда я в Ленинград уехала, я получила... Не знаю, на что мне перечислять. Приезжали, вместо 19 тысяч перечисляют 11. Я пришла в Совет. Почему? Я очень старый человек. Она говорит, да, вы до старости не получаете. Вы же по смерти много получаете пенсию. Я говорю, я свою могу. Перейдите меня на свою пенсию. Перевелись. И что вы думаете? Я получила не то, что надо. Расчет делали хороший, потому что россияне делали. Пока я... Наши принимали... Три месяца меня гоняли. Не принимали документы. Вам ничего не поможет. Так, 11 тысяч будете получать. Я не согласна. Я прошу. Сейчас мы даем трубку пенсионному фонду. Вы не сверезаете? Так, конкретное предложение. Пожалуйста, проверьте. Сейчас там такая коррупция. Я видела в Савелье. Что невозможно. Путин борется с коррупцией. Боритесь и будем. Хорошо, спасибо. Вы не Селесаева улица? Вы не Селесаева улица? Нет, в Крымской. В Крымской сторожей. Вот у нас сразу ответ. Выпустите, делайте. Нет, пожалуйста. Нет, ну, понятно, что это вопрос индивидуальный. Я вам сейчас не скажу расчет вашей пенсии. Понятно, да? Поэтому это вопрос индивидуальный. Конкретно по вашему вопросу я предлагаю вам написать за тысячу и написать. Хорошо, пожалуйста. О чем сейчас нужно говорить? Расчет пенсии я вам не произведу. Давайте сделаем таким образом. Два человека центрального ряда по одному человеку с крайней. Хорошо, чтобы было справедливо. Хорошо? Пожалуйста. Здравствуйте. Моя фамилия Алишевич Станислав Николаевич. 12 июля 2016 года было подано заявление на завершение оформления права собственности на земельный участок. Значит, строк рассмотрения заявлений с тем 14 сентября этого года. Однако по сегодняшний день нет постановления для того, чтобы мы могли совершить оформление земельного участка. Скажите, пожалуйста, где он находится на земельный участок? Семькова представляет, что записывает 4B, 4D. Разгуляет, записывайте себе сразу. Исполняющие обязанности департамента записывайте, доложите до конца. До среды, до среды. О решении вопросов по данному участку. Спасибо. Пожалуйста. Давайте слева уряд от того. Вот, слева. Вот, молодой человек. Пожалуйста. Спасибо. Бударин Олег Николаевич. Я попал в безвыгодное положение. У меня очень сильная проблема. В общем, при переходе я остался без прориски. Вот. Ну, так как я один, у меня никого нет. Я пока еще работаю в Феодосийском торговом порту. В конце месяца меня сокращают. Проживаю на данный момент в общежитии гостиницы «Морякова». Порковая гостиница. Соответственно, когда меня сократят, мне придется освободить только место в гостинице. Идти мне нет. Я хочу работать, я могу работать. Но, вы сами знаете, что. Без этого же робот в паспорте. Я помню. Я нигде не смогу устроиться на работу. Я даже проголосовать не смогу. Зарплатную карточку сделать. Я своими силами не могу решить эту проблему. У меня не получается. Я прошу помощи. У меня уже больше не было обращиваться. Спасибо. Подождите секундочку. Вы, наверное, свой телефон есть у вас? Да. Оставьте, пожалуйста, помощнику телефон. Мы посоветуемся с коллегами. Вы у нас не первые с такой проблемой. Мы с учениками уже так помогли этой девушке. Поэтому подумаем, посоветуемся с заместителем. Возможно, чем-то поможем. У вас какая специальность? Я был докером. Сократили. Сейчас дворник. Тоже буду сокращать. Хорошо. Хорошо. Я вам слышал. Давайте вот с правого ряда теперь кого-нибудь дадим. Мы же договорились. Раз, по два человека середины и по краям. Есть вот это с правого ряда? Вот мужчина сзади. Пожалуйста, дайте. Устанушка. Девушка, запишите. Здравствуйте, Николай Николаевич. Я военный инженер. Я тренинг. Проживаю 40 лет. Сейчас очень. И 25 лет пробиваю свой бизнес. Бизнес-план развития нашего региона. Я еще добавил историк и экономист. Я давал этот бизнес-план Владимиру Александровичу Шайлер, Александру Владимировичу Партенину. Это мои друзья. Кстати, с одним из них я служил. Микрофон. И последний бизнес-план я дал Шипеткову. Петлевого ухода. Ну так, вот и нынешний. Я разрабатывал в планной основе климатических, географических, экономических и геополитических условий. Разрабатывал ее совместно с учеными Крымского университета. Ну так, после нынешнего. Я не знаю, как, что, куда, девается. Цель, цель этого бизнес-плана. Цель этого бизнес-плана развитие нашей классической региона. Особенно рекомендационной зоны, курортного сезона. 15 километров пляжа у нас ничего не делается. Я был в Болгарии. Там 900 метров такого золотого пляжа, золотой пески. 30% национального дохода Болгария получала, когда была со стороны, конечно. 30%. А мы 15 километров разбодали. Меня я на нас спрашиваю, почему вы не хотите перед депутатом и все прочее. Я хорошо изучал историю. Так вот, мой учитель. Конкретно я сейчас скажу. Мой учитель, премьер России, Петр Калиш-Столыбин, говорит, что власть – это очень плохая вещь. Она очень сильно портит люди. И стремятся к ней люди, которые ищут в неделе выгоду и ищут хоть баланс. Поэтому в нее надо включать людей, которые не стремятся. Я бы хотел, чтобы вы новый мэр, конечно, еще малый. Обратите внимание на развитие нашего региона. Если нужна моя помощь, я приду сюда вам. Сергей Александрович, возьмите телефон, пожалуйста. Наш архитектор, возьмите телефон. И если в этой ситуации хоть один процент будет полезного, я прошу применить. Возьмите сейчас телефон у мужчины. И знаете, в чем польза? В том, что человек тянется, и действительно с 15 километров пляжа не используется. Это золотые пески, самое лучшее, что у нас есть. Вот девушка тянет руку, пожалуйста, дайте вот эту девушку. А я не против. Люди берут меня в стену, о чем они говорят. Давайте, я не против. Согласен, давайте, давайте. У нас личный вопрос, здравствуйте. С вами врач. Можно мы последний, последний. Вечно, мы поздно дарим. Заранее прошу прощения, потому как очень волнуюсь. У нас такая небольшая предыстория, и это конкретный вопрос. В 97-м году мы сестра проживали в Нижнекорском районе. Наши родители были лишены родительских браков. Нас братом распределили настоя. Я брат, вот моя старшая сестра. Нас распределили две российские детские домы с братом. Сестра проживала учиться, так как она в тот момент выкончила уже деньги в классах, ее тоже вправили после достичия. У нас осталась 4-комнатная благоустроенная квартира в Нижнекорском районе село Жильчурно, от полхоза Павелок. Мы проживали с братом. Я тусийском детском доме. Я 6 лет, брат 5 лет. Немножко раньше, так как он старше. Эта квартира в Нижнекорском районе через полгода была отдана другим людям. Вместе с правоприватизацией, вместе с ордером на получение этого жилья. Затем, выводили вопрос. Я обращалась в очень экономичном к прокуратуру Крыма. Я обращалась к заместителям председателя Совета Министров Пашкановой Аллы Николаевны. И она мне рекомендовала. И Новикова Нина Лаврентьевна, это прокурор Крыма, который занимается последствием по детям сиропом, помогает по закону. Мне было рекомендовано стать на очередь в получение жилья по месту жилья, по месту жительства. Здесь уже проживает 20 лет. Я обращалась к прежнему к главе города, Нина Лаврентьевна Сергеевича есть там пресменное подтверждение. Мне было разрешено стать на очередь в получение жилья. Затем Нина Лаврентьевна Сергеевича уже не работала. Я обратилась в отдел по воспитанию жилья именно к ответу Елене Александровне. Мне было, к сожалению, в гостной форме отказано, было сказано так, что те министры, которые разрешали сиропам хоть до пенсии становиться на очередь на жилье, их уже нет, они уволены. Вот скажите, пожалуйста, как дальше поступать и как относиться к таким ответам, к такой ситуации? Я письмо вам написала, так как не могу до конца года попасть на личный прием. Поэтому мы пришли сегодня и, пожалуйста, подчеркну, если есть такая возможность, если вы можете, помогите, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Мы очень, что касается детей, если программа существует. Думаю, что в этой ситуации, если у вас все документы готовы, мы поможем. Вы можете доложить по данной ситуации? Пожалуйста. Руководитель отдела по распределению жилья. Значит, этот вопрос конкретно касается вас, и вы обращались. К сожалению, есть нормы закона, которые никто нарушать не будет. Ни я, ни глава города. Значит, в законе четко прописано, какие категории относятся к детям-сиротам и возрастам. От 18 до 23 лет. Поэтому, если сироте 50 лет, вы же прекрасно понимаете, что под эту категорию вы не в добром теме. Вот, поэтому вы сказали свою предысторию Нижнегургский район. Вы должны были прежде всего обратиться по месту, где за вами было сохранено ваше жилье, ваше житье. И вам это разъясняно. Если у вас есть нуждаемость, то вы будете поставлены в общий список, но не как ребенок с ним. Если есть какие-то у вас новые документы, вы можете обратиться ко мне. Мы ваш вопрос будем рассматривать. Когда можно обратиться к вам? Когда? Какое время? Когда? Назначайте сейчас, чтобы люди пришли. Говорите. Пожалуйста, вторник. Вторник. Какой кабинет? Она, 46-й. 46-й кабинет повторник вас подождать. Мы договорились так, два человека с середины и по одному с краю. Поэтому давайте любому человеку с середины два. Я проживаю всего ближние улицы Ювилей. У нас вопрос общественный. Вы в первую очередь тронули вопрос по воде. Мы за общественную воду. У нас течет вода. Уже обращались мы при Украине в водоканал. И при России обращались в водоканал. Нам сказали примем меры. Потом нам сказали не ходить. Это у вас идет подпочвенная вода. Но почему-то тогда была большая поломка в городе и была перекрыта вода. насыпная вода не текла. Как только через сутки воду дали в трубы вода потекла и не просто ручейком а потекла большой рекой. Мы жители сложились мы прорыли канавку за свой счет вода течет но как говорят воск и не там пожалуйста примите мерз водоконав водокрыма водокрыма есть представитель водокрыма нет подавляют наши три дома это исходя из вашей стола очевидно что это течет водовод водовод он порыв на дачных участках и очень большой готов к сразу обращение мы заявление написали от моего имени вот мужчина в ручках просится дайте пожалуйста большая просьба кто пишет я прошу прощения кто пишет обращение будьте забыли фамилию имя отчество адрес и номер телефона для связи кто обращается пишет спасибо спасибо поручение к Пётру Васильевич рабочий городок это отдельное отдельное государство у нас на 2 года уже пониженное напряжение 168 зимой я не знаю машинки стиральные останавливаются горят водоуправление обращаемся несколько раз в РЭС бесполезно обещают обещают ничего не делают думаю может через вас как-то вопросы но 160 год я знаю что ничего не крым вы были у меня я вас прекрасно помню уже ответ мы слышали в принципе кабель повредился мы сейчас вас запитали по 2 фаз чтобы ремонтировать этот кабель его нужно полностью отсоединить найти повреждения в течение одного дня не получится быстро поэтому необходимо будет пробросить порядка 200 метров кабеля нового практически временного сейчас пока идет аварийная работа в принципе мы выберем окно и все равно эту работу сколько у вас отсутствует электроэнергия неделю две три месяца полтора года мы сидим как зима нагрузка большая увеличивается и все это за полтора Владимир Владимирович спасибо большое вы обещали три дня потом обещали подъезжала бригада замеры делали при этих замерах мы сидим с машинка сирает я еще раз послушайте я же вам с вами тоже говорил еще раз скажу всем вы выйдите просто на улицу посмотрите кто у вас отапливается и чем отапливается если отапливается электроэнергия то естественно какое бы напряжение не было на входе мы держали 220 вольт на опоре у вас в квартире 190 естественно это кто-то грузит именно вашу линию непосредственно Владимир Владимирович согласен с вами пожалуйста у вас есть контролер есть уряд берите я еще раз говорю что мы работаем выполняем давайте полемику прекратим когда выполнится работа когда вы обещаете группу направить на выявление врезок когда давайте давайте договоримся так вот у нас во вторник у нас будет аппаратное совещание вы мне скажете когда будет направлена группа и что мы там сделаем давайте возьмем прессу средства массовой информации пойдем посмотрим кто врезается у кого перенапряжение и пойдем наверное не в рабочее время а вот когда люди придут домой утром вечером вечером допустим часиков девятнадцать восемнадцать давайте совместно с администрацией за шутебальным контролем нашим и пройдем во вторник во вторник мне предоставите граждан у нас возникла серьезная проблема с перезаключением договоров на землю проблему здравствуйте уважаемые что касается владельцев торговых объектов которые были расположены в земельных участках которые были переданы долгосрочную аренду после изменений которые вступили в силу в земельный кодекс Российской Федерации предоставление земельных участков в аренду для эксплуатации таких инициационарных торговых объектов стало невозможным значит для того чтобы не пострадали граждане вот мы проделали большую работу проделали ее совместно с прокуратурой то есть мы это обсуждали как это сделать юридически грамотно правильно чтобы никто не пострадал нашли консенсус со всеми у кого были долгосрочные договора аренды под такими павильонами будут заключены договора на установку нестационарных торговых объектов на срок не менее 7 лет либо на срок действия договора аренды с правом последующей пролонгации так что никто не пострадает где-то я думаю начинают это только долгосрочников касается у нас люди которых закончились договора уже в 14-15 году они не имели просто возможности перезаключить их для тех у кого договора уже закончились но они при этом были долгосрочными значит я думаю что они в обязательном порядке будут включены в схему дислокации точно так же безэвукционно получат наверное право на установку но как бы я хотел бы чтобы вы еще сказали о облике этих нестационарных объектов мне бы хотелось чтобы вы сейчас сказали о генеральном плане который у нас должен будет быть уже в следующем году да и о размещении этих нестационарных торговых объектов и о сроках если можно когда эти сроки уже сказали доложите пожалуйста значит ну тогда от большего в меньшего значит что касается генерального плана значит федеральной целевой программой предусмотрено изготовление документации территориального планирования генерального плана городского округа феодосия его готовность по графику запланирована на марте 2017 года и утвердить мы его должны будем где-то в течение лета 2017 года и он начнет действовать сразу как только он вступит в действие мы должны будем приступить к разработке правил землепользования и застройки которые определят у нас на территории города территориальные зоны то есть будет выполнена документация градостроительного зонирования будут установлены в каждой зоне градостроительные регламенты будут определены виды разрешенного использования все возможные вот и предельные параметры разрешенного строительства и таким образом все наши правоотношения в этой отрасли станут абсолютно прозрачными значит по поводу облика нестационарных торговых объектов значит я ездил по городу специально отсматривал все эти точки процентов на 90 если не все имеют вид как бы устаревший несовременный крайне неаккуратный запущенный очень многие в редком состоянии естественно все это надо приводить в состояние нормальное современное соответствующее как бы нашим высоким запросам к облику нашего города значит сейчас когда будут утверждаться вот эти вот поправки в схему дислокации инистрациональных торговых объектов нами департаментом будут предложены стандарты нескольких ну разные стандарты с разными площадями и для разных территорий города вот таких вот объектов и мы будем просить уважаемых предпринимателей на этим стандартам соответствовать спасибо мы готовы только все-таки хотелось бы уточнить вопрос о сроках перезаключения договоров на землю потому что у нас есть обязательства перед рейсом под оканалом вот чтобы не отходить даже далеко вот сегодня я приглашен Степановым Виталием Анатольевичем на встречу для того чтобы поставить как бы в этом нашем вопросе жирную точку потому что регламент нам уже разработан положение и порядок вот юридическую экспертизу он уже прошел вот сейчас нормоприменительную экспертизу то есть это вот буквально там я не знаю я думаю что чуть ли не со следующей недели до нового года мы успеем нет в связи с тем что очень большое количество мы не сможем взять на себя обязательства все переоформить до нового года это физически невозможно но начнем переоформлять права вы не потеряете не переживать нет просто хотелось бы знать как это будет происходить технически то есть нас будут уведомлять как так да технически обсуждался такой вариант что те кто обратились за продлением договоров аренды под нестационарными торговыми объектами будут получать постановление значит не пугайтесь первый пункт постановления будет пунктом об отказе продления договора аренды Во втором пункте будет прописано, что предпринимателю, что департамент в обязательном порядке включает этот объект в схему дислокации. Третьим пунктом будет прописано, что опять же департамент в обязательном порядке заключает договор на установку на срок не меньший, чем был срок договора о ренте. Спасибо. Можно еще один вопрос, быстренько, по водоканалу. Я вот от жителей улиц Виноградная и выше туда хотела бы сказать, что мы уже 10 дней сидим каждый день с утра до 9 часов вечера без воды, до 3 часов дня не дают воду. Разные версии, версии о том, что ломается насос постоянно, постоянно ломаются машины у них аварийные. Какой адрес? Виноградная. Вся улица Виноградная. То есть Бойковая Виноградная. Вот. Записывайте на Вода Крыма обращение официально. Давайте я сейчас зачитаю здесь несколько пунктов общих, таких, которые уже накопились, и специалисты сразу ответят. Теплокоммунерга есть у нас? Есть? Пожалуйста, вот масса вопросов по утеплению автотрассы, до каких пор мы будем топить улицу. Вот они пишут. Ответьте, пожалуйста, люди, что можете сказать, как ведутся работы. Я знаю, что работы вами ведутся, и не один раз мы на парковном совещании эти вопросы обсуждали. За филиалом осуществляется утепление теплотрассы. За прошлую неделю было утеплено 95 метров. Материал у нас получен буквально полторы-две недели назад, распределен на участки. По городу у нас 8 участков, по Феодосии. Постепенно все места, где у нас были обнаружены, в том числе и на безхозяйных сетях, которые не находятся в нашем хозяйственном ведении, будут устранены. Ну, параллельно понимаете, что ведутся работы по устранению порывов, которые на наших трассах, в котором не один год уже устраняются. Поэтому постепенно это все будет устранено. В защиту коллег скажу, что вся система теплоснабжения, водоподведения устарела на 99%. Ту работу, которая проводится, вы видите, что мы по субботам вместе с аппаратом администрации выезжаем по городу, выявляем такие моменты, горячие точки, можно в прямом смысле переносном называть, что они горячие. Идешь трубы, боли, мы сразу же передаем эту информацию теплокоммунерго, они быстренько, оперативно стараются выполнять. Ну, работы достаточно еще много. Еще, присаживайтесь. Еще два вопроса. Теплокоммунерго, Матвей Васильевич, узаканивание автономного отопления, прошу ответить, и чистка ливневок, пожалуйста. Первый заместитель, Салматин Матвей Васильевич. Добрый вечер. Значит, два дня назад мы собирали большое совещание, у нас в автономном зале, по поводу узаконения автономного отопления. Если не присутствовал, то еще раз всем рассказать. Порядок там будет очень сложный. Он займет не менее года. Узаконение автономного отопления, кто хочет все-таки его узаконить. Значит, там проблема следующая. Что сейчас, значит, у вас нет проекта. И нет документации соответствующей того, чтобы получить разрешение. И надо как несколько инстанций. Но против того, чтобы вы получили от нас согласование, вам будет необходимо придется счет в суд для того, чтобы вам, тем, кто коммунерго закрыла ваш лицевой счет. Процедура очень длинная. Я понимаю, что когда все шли на автономное отопление автономного, причем в нарушении законов и Украины, потому что в 2011 году было принято решение о запрете автономного отопления, а у вас все было сделано после 2011 года. Мы предложили два закона. И в Украине, и в Российской Федерации. Но мы идем навстречу. Но поймите сами, что возможно сейчас с тем, что тело коммунерго идет реконструкцию этих сетей, и, возможно, отопление все-таки будет в достойном уровне. Можно устроить вопрос по возвращении. Значит, два национализованного отопления. Мне кажется, это будет самый идеальный для вас вариант. Потому что, ну, сроки для вас будут очень тяжелые и длинные. А на четыре, они продолжатся. Ну, я сейчас могу вопрос по всей ночи. Были вопросы касаемо, значит, дорожных работ. Значит, у нас... Или на гребенке, не забудьте. Да. По челнокам, значит, смотрите, по челнокам. Работы там еще не приняты. Да, там есть проблемы. Если видели, что в некоторых местах асфальт снимают и снова кладывают. То есть мы работы таким качеством не принимаем. Это из всех работ, которые идутся по городу. Это у нас было наше сессии в Торопольском. Это у нас было на проездах. То есть и у вас будет то же самое. Касается там парпур, мусорплощадок. Все это мы обходили в том числе и в субботу, в прошлую. И на Челноках. Там работы будут выполнены. По ливневкам. У нас сейчас функционирует наше предприятие, МБУ, благоустройство. Значит, ему поручена работа по ливневкам. Сейчас они получают технику. И в следующий год начинают работу именно по ливневкам. Для устранения незаконных врезок. Прошу всех. Просто им передайте. У кого есть врезки незаконные, мы будем поступать. В двух словах объясню. У нас есть машины канала прогулочные. Будем находить врезку. Будем давать на трубу давление обратное. Но чтобы вы понимали, какие потом будут процессы возникать у тех, кто сделал такую врезку. Эта работа будет вестись по всем, как будет. Я добавлю, Матвею Васильевичу, 70% обращений граждан из других регионов Российской Федерации, отдыхающие, в том числе из Украины, это запах на набережной. Знаете, да? Это врезки в нашу ливневку. Работаю, буду эту начинать. Со следующего года обратное давление будем подавать. Если у кого-то будет врезка, ну, не обрестуйте. Мы не специально. Ну и быстренько по вашему вопросу. По объекту Министерства обороны, значит, вот тут пишу, что есть брошенные объекты. По этим всем объектам составлен список, и проекта больше 50 объектов по Феодосии. Направлен запросы в Министерство обороны для того, чтобы посадить передачи их в нашу муниципалитет. Значит, что касается квитанции на капитальный ремонт, что включили ошибочную платежку на отопление. А в каждой квитанции на капитальный ремонт есть телефончик, значит, центра, где брошенные объекты оформляются. Вы, пожалуйста, и позвоните, они это очень быстро исправляют. Не исключают квитанции? Тогда зайти в администрацию, будем вам помогать уже самостоятельно. Нет, 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 давайте так, давайте так. И если не отвечают, давайте сейчас телефон людям, Андрей Васильевич, телефон конкретный, сейчас даем телефон, пускай люди звонят, и мы будем переадресовывать. Либо давайте телефон той организации, которая отвечает, чтобы люди звонили, и обратная связь была. Телефончик запишите? Записывайте телефон сразу. Я свой 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 телефон дам? Нет, свой не надо, вот вас заботится. Свой не надо, давай. Я свой свой, не знаю. А, городской, пожалуйста. 4169. 316, а 69. 316, а 69. 3169, садим специального человека аппарат, проходитель аппарата. Грюлян, то есть. Записывайте сразу, человек оттуда садит, отвечает, сразу переадресовывает на нужного человека. Ни один, ни одно обращение граждан Феодосии, ни один звонок не должен быть не отвечен. 314, а 69. 314, а 69, пожалуйста. Ответят дежурный. Значит, вопрос касаемо освещения аппаратных домов. Как вы знаете, все собственники жилья аппаратных домов должны самостоятельно заниматься благоустройством своих домов территорий, в том числе и освещением дворов. Для этого вы проводите ежегодно собрание. Вы на собраниях решаете, куда будете тратить твои деньги, которые вы собираете за свои коммунальные платежи, за обслуживание. Поэтому, если вам требуется освещение дворовое, у вас для этого есть шеф. Вы можете пройти собрание, собрать все средства и сделать себе освещение. В городскую, у города обязанность встречать улицы. Это наша обязанность. Но дома, извините, это уже к вам. Значит, снова асфальт. Снова асфальт. Значит, по автобусу, наоборот, значит, что не соблюдается режим движения транспорта. У нас работает комиссия, регулярно выезжает. Причем привлекаем, в том числе, и контроль гражданский. То есть, по крайней мере, за последнюю неделю какие-то ограждения вынесены. Пусть вы, пускай, выходите на дело, ответите сразу. Пожалуйста. Выходили транспортного отдела, администрация. Ответьте, пожалуйста, какие маршруты. Для людей очень важно, чтобы вы сейчас ответили, какая работа ведется нами, администрации. Вами конкретно. Я не хочу забирать новые работы себе. Ответьте, пожалуйста, почему у нас граждане маршрутки. Как мы ведем борьбу с хамством на транспорте. И как наши граждане, феодосии, будут добираться в праздничные дни, в выходные дни, поздно возвращаясь из города. Пожалуйста. За прошлую неделю было проведено три мониторинга по графику работы маршруток в утреннее и вечернее время. Есть, конечно, нарушение перевозчиками. Оно допущено и зафиксировано. Каждому из перевозчиков указанных маршрутов, там, получается у нас пятерка, шестерка, единичка и семерка. И входят с нарушением. Двойка также ходит, но немножечко реже. То есть они больше придерживаются маршрутов. Каждому из перевозчиков направлено предписание для устранения данного нарушения. По поводу выхода в праздничных дней. На праздничные дни было проведено вчера совещание также с перевозчиками. С ними было обговорено. Они готовы перевозить, то есть продлить в вечернее время свои маршруты. Только, ну, согласно нашего времени, когда мы их предложим на праздничные дни, до скольки нужно работать и перевозить людей. У нас в Приморске ехать в Пиморске, люди работают, в Приморске работы, как правило, нет. Все едут работать в город, да, по делам, на день рождения, ну, мало ли какие-то заботы. Уехать, последняя маршрутка из города идет в 10 часов на Приморске. Люди, если работают, работают до 12-го, вторую смену, как им добираться, на такси или еще? Объясните, этот вопрос уже ставится много лет, ни один год, ни один день, а постоянно. Приморский муниципальное образование в Феодосии. Мы должны ездить так же, как город. Точно так же. А теперь передача по всему еще. Скажите, пожалуйста, 106-й маршрут. Какой? 106-й маршрут. Он междугородний или городской? Он на сегодняшний день межмуниципальный. Не поняла. Межмуниципальный. 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 106-й маршрут заключен с министерством. Да, пусть не переведите межмуниципальный. Городской или межудгородный? Пригородный. дело собственно в том что еще при украине у нас начиная с марта вы проходите конкурсы по маршрутам те кто попадает под регистрацию маршруты будут перезаключаться с перевозчиками так будет учитываться и ваши пожелания и перечисла в том числе наши пожелания не учитываются уже много лет хорошо я знаю эту проблему прошу прощения коллеги и стоимость проезда дороже чем все смотрите встречался со всеми перевозчиками со всеми перевозчиками которые на сегодняшний день работают на территории муниципального образования они предъявили массу мне претензий давайте нам коэффициенты давайте так я также поделил тоже некоторые претензии по работе я им пообещал что если они не наладят работу то что вы не наладят работу по уборке санитарной очистки транспорта обновлению парка потому что автомобили которые перевозят граждане сейчас уже старенькие и уже по безопасности уже не отвечает им требованиям мы я им пообещал если они не исправят и поставят регистраторы видео если они поставят как не будут выполнять им тревоги которые с нами озвучены я введу сюда дополнительный дополнительный я сейчас никого не пускаю сюда чужаков никого не пускаю я разрешу зайти сюда с территории россии перевозчиков которые заедут новыми машинами прекрасные машины которые будут выполнять то что не упрошу сейчас вот такой диалог ведется я думаю что они пойдут ко мне на встречу и мне не придется приходить к радикальным мерам не он молодой черепси поднял руку уже частная надежда прошу я живу на улице первушина добрый день стандарт николаевич жители района ближние камыши многострадальный вопрос по дороге по улице дружбы уже больше года разобрана грязь пыль весной обращались депутат района болтавского обещал летом все сделать информация была до 30 ноября должны были тоже в итоге как бы тишина конкретно что будет и дополнению сразу к этому вопросу хотелось бы обязать торговые точки магазины которые есть вдоль дороги по районам чтобы установили мусорные как урны чтобы не было настроено мусорные уровни закупили поэтому установили еще момент три дома получается выход на дорогу идет трехэтажные получается два раз твоего нету выходит общего пользования тоже не будет ничего и мусор идет соответственно и полностью так же обязательных анализа чтобы там установить подожди как записали себя уже как поселить смотрите у вас не столько проблема улица дружбы по улице дружбы сейчас идет проверка полиции о правомерности проведение дороги взяты все документы но при всем при этом мы работаем начнем в этом году давать лишь подождите позволит начнем так что общий проект работ по трубе составляет 90 миллионов рублей что понимали там придется вынимать на 70 сантиметров по всему полотну документ и сколько мы закупили на контейнер на сегодняшний день поза не никак не нервничать и на больше внутренних бак мы уже закупили порядка 100 штук они у нас будут уже на дни ли расставляться по городу планируем так что к лету у нас железных контейнеров не останется вот только евро контейнеры по всему группу фиадусе здесь пришло две записки одна из них отменили ли 100 метровую зону 100 метровую зону не отменили она как была так и есть будет 100 метровой зоной но до 1 февраля 2017 года у кого есть оформление прав на те земельные участки на право собственности находящиеся 100 метровой зоны наложен мораторий до 1 февраля семнадцатого года поэтому никаких работ оформлений прав собственности мы производить не имеем права здесь он тоже написал такой тонкий вопрос для меня и вы его наверное знаете уважаемые фейдосийцы об использовании миллионов бюджетных денег на машины которые на сегодняшний день в интернете я вам отвечу на этот вопрос на сегодняшний день администрация города феодосии используется 15 автомобилей волка 90-х годов выпуска из этих 15 автомобилей волка самая новая машина это 2004 года это дан грузин правда на котором еще шейдеров ездил она потребляет 16 18 литров бензина мужчины понимает и женщины все понимаешь что такое расхода топлива волки также употребляет такой же бензин такой крисовиде кроме этого если сравнить количество денег бюджетных ваших денег налогоплательщиков сколько мы тратим на обслуживание этих машин тут эти 10 машин которые 6 машина 9 миллионов 800 тысяч хотели запустить мы отказались на сегодняшний день от этой закупки дабы не было людей то есть намного дороже все вы понимаете что 90-х годов машину чтобы чтобы сколько нужно денег чтобы отремонтировать если мы говорим об экономии так продолжаем дальше вот с правой ряд еще давно никто не говорил потом два сюда и сюда вот женщина тоже мужчине тоже давайте пожалуйста приближается столетия по дня рождения александра мальча давженко в 2018 году это один из честь который со времен гиппократа впервые изобрел метод позволивший спасать десятки сотни тысяч больных им лично было пролечено более 100 тыс больных он создал школу обучил учеников спало 150 человек в совокупности с экономией мы были еще при советской власти триллионы триллионов советских рублей полновенцев на сегодня уже молодой подрастающее поколение все реже и реже и все меньше и меньше знает александр манча давженко москва пикер уже собираются проводить различные мероприятия я думаю что нам уже пора оставить какой-то план и очень желательно буду подумать о создании музея александра манча давженко со времен гиппократа это единственный в мире человек и если наше поколение сегодняшнее это опустит и позволит камеру летом то наши потомки уже не только имени его не будут знать но ими это будет похерен и тысячи алкоголиков наркоманов курильщиков и прочих подобных больных зависимостью останутся без достаточной помощи потому что фармацевтическая магия пытается проблему свои бренды и навязать заместительную терапию типа методом для лечения наркомании наркомана фонов еще больше при лечении алкоголитма селин тратим и подобные препараты а психотерапические методы пытаются задвинуть подачу спасибо я скажу сразу без прошлого не может быть будущего запишите себе вопрос должен к я сейчас подойду к вам возьму контакт и мы с вами встретимся женщина пожалуйста посреди дорога 1 2 здесь одинаково мне разницы нету кто первым я представитель от улицы карман как бы центральная улица должна быть здесь у нее должен надеюсь все понимают взгляд но у нас мало того что как говорится улица не убирается но у нас еще нет простой это говорит скамейки ожидания которую еще в октябре прошлого года на остановке пушкина теперь значит как пройти за них наши улыбцы пройти вот от перекрестка и спускаться как в полиции у нас была плитка положена она стоит ты дыбом там проходить по этой плите очень а почему дыбом по времени уже время или может быть от корней деревьев нет наверное от корней деревьев от воды там постоянно у нас тянут тянут да напротив белой красоты вот этого там пройти очень сложно и еще у нас постоянно идут полы воды напротив двадцатого дома неоднократно какой-то бывает и мы просим чтобы заменить хотя бы участок трубы при следующем по потому что она уже выглядит как лежит в нее только черный пива и к сожалению у управления городского хозяйства елена владимировна обращение запишите по благоустройству и направить также обращение на воду крыма и еще вот мне он позвонили что запросили знать что я сюда пойду по улице симферопольское шоссе долги так значит тоже к вам обращались еще 11 ноября они обращались с просьбой значит посоветствовать так как у них идет у трубы по улице свечки идет теперь начали реагировать пришли к ним жека и сказали что они должны покупать трубу до свой счет вот а вот это вот но и как говорят или значит что они должны покупать трубу от этого свеча и вниз как у них идет вода хотя там говорит у них в подъезде слуха услышали записали они пригрозили и тем что их отключат от отопления вот я не допущу этих вопрос вот мужчина вот уже просится давно руку поднял предоставьте пожалуйста микрофон добрый вечер и я представитель города египет живу здесь уже 6 месяцев у нас программа такая взять хотели взять базу это курортном революционный центр надежды на долгосрочный срок с правом аренды на 25 лет я закончил уральский государственный университет у нас там очень большие команды играют на россии по волейболу баскетболу футболу значит когда ведется у вас уже с марта месяца эта программа подписано министерство строительства министерство экономики министерство жилищного строительства и осталось подписать только это что администрация феодосии когда проект будет работать когда будет суда будет образована дом 19 рабочих мест зарплаты 19-25 рублей тысяч рублей плюс нас будет приезжать на линии сборы команды волейболу баскетболу ручном мячу поэтому помогите пожалуйста сейчас досталось пожалуйста возьмите и контактные телефоны я уже оставил свою помощь за среди контактные телефоны свои остатки с вами свяжется мой заместитель у него что просто несет ко мне я лично рассмотрю его если что я могу сказать все строения земельные участки продлежащие республики крему лица фальному округу феодосии передаться могут только по федеральному закону либо через кому нет они давайте не занимать время с вами встретиться мой заместитель вопрос не решите вас не программа возьмите на контроль себе помещу хорошо вот кто-то занят дайте кому-нибудь структуру я очень вас прошу уделить внимание пожалуйста территории вокруг тринадцатой школы будет отстала очень загружена трансфортом сейчас а тротуар исчез за бетонным забором пройти до школы невозможно а учатся веточки эмогичность это да и ковяжочные и сезопрения и кстати еще нам показали мусорные